Всем привет! Друзья, мы немножко пропустили с вами пять тысяч, как вы знаете, каждую тысячу я праздную, точнее я так себе пообещала, но тем не менее, по-моему, я пропустила уже четыре тысячи, и вот пятитысячник я все равно хочу отпраздновать. Я всегда хочу отметить новую тысячу, как-то поинтересному, что-то вам подарить, как-то с вами поучаствовать, повзаимодействовать. В этот раз я расскажу про палеонтологическую экскурсию и подарю вам, своим подписчикам, кому это интересно, естественно, не все здесь ради моих интересов, как звучит. Кто-то здесь ради укулили. Ну, короче, неважно, присоединяйтесь и к другим, как говорится, вещам. Я хочу подарить тем, кому это будет интересно, отправлю вам, где бы вы ни были, кое-какие окаменелости мелового периода. Сейчас так смешно было, да? Я говорю-говорю, там скатились в окаменелости мелового периода. Ну, смотрите как, например, вот такие штуки. Я была на палеонтологической экскурсии. Блин, это же просто офигенно, посмотрите. Вау, это просто круто. Ну, вот эту я не подарю, к слову. Это я себе оставлю. Это просто лучший экспонат, который я нашла. Но, по сути, вы с молоточками выходите. Привет, друзья. У нас сегодня супернеобычная локация. Я нахожусь в районе Домодедово, в карьере, в Весняковом карьере. И сюда я пришла не просто так, провожу свое воскресенье, так сказать, с пузой, с молотком. Для чего мне нужен молоток? Я приехала на палеонтологическую экскурсию. Это новый вид для меня интеллектуального отдыха. Как здесь все проходит и вообще, что можно делать, расскажу в этом ролике. Блин, круто. Надеюсь, вы тоже вдохновитесь, потому что у меня просто чума вечеринка. Чей молоток? Вот, когда потерял молоток. Мой на месте. В чем смысл? Вооружившись вот такими молотками и зубилами, группа людей в составе палеонтологической экскурсии выезжает на разные места, в которых есть карьеры уже начатые, что ли, не знаю как. В общем, месторождение известняка и где порода вскрыта. Вот, правильно сказать, где вскрыта порода. Потому что, естественно, взрывать никто землю не будет, если это любительская палеонтология. Вот, поэтому есть возможность уже прийти и покопаться в породе, которую уже открыли. Ну, соответственно, весь этот процесс сопровождается каким-то рассказом на тему палеонтологии, про различные слои, про различные периоды формирования породы. Ну, и, соответственно, про находки, которые вы можете здесь обрести. Вот я уже тоже много чего нашла, и погода стала гораздо лучше, и вообще тепло, приятно, действительно круто. Единственное, что обидно, когда ты достаёшь образец, находишь кусочек образца и хочешь его достать из породы, но он ломается. Но добыча – это такое дело. Азартные. С зубилом, молоточками, и приезжайте на карьер или на разные места, где открывается та или иная почва, в которой уже, не почва, а порода, в которой вы можете уже добыть ископаемые какие-то окаменелости. И, если честно, это просто улёт. Это супер, как круто и интересно. Вы можете послушать про те организмы, которые жили 66 миллионов лет назад. Вообще стоит ли её вытаскивать? Вытаскивать её в любом случае стоит. Скорее всего, она у вас полная. Сверху одна, одна часть, соответственно, двустворчный манюск, у вас одна часть от него. Бить нужно вот отсюда. Вы можете найти здесь, значит, одиночный коралл «Пругозу». Очень приятный, посмотрите, потрогайте. Они есть в разных интерпретациях. Но они очень ломаются. Да, они очень ломаются. Это из переотложки у нас яниковое отложение, так называемое. Потом я расскажу, как и почему. Коралл колониальный. Видите, какая интересная структура, какая у неё приятная. Потрогайте, можете всё взять в руки. В большом-большом у нас числе такие окаменелости, как брахиоподы. Вы уже наверняка это увидите. У вас должна быть не одна такая. И вот такие вот биллерафоны. Вот, знаете, какая интересная штука. Такого не нашли. Да. Например, вот эти штуки, которые я буду дарить, они реально жили. Блин, они были живые. Вот эта губка. Хочется, чтобы вы видели структуру, чтобы вы понимали. Когда видишь структуру, только почему-то в этот момент ты понимаешь, что это живое. Вау. Это очень круто. Вот. И представляешь, что она когда-то двигалась, кушала, какала. Не без этого. Вот. И сейчас она такая красивая, но она создаёт связь времён. И это, не знаю, мне кажется, это отвечает философии того, что я говорю на своём канале. Ну, я не просто буду дарить. Знаете, у меня был опыт, когда на тысячу, по-моему, я дарила акварельные открытки нарисованные. И все такие, да, да, мне подари. И половина людей просто даже не пришли на почту и не забрали. Они жили на тот момент там за границей. Да, Катя, ты, например. То есть, вы даже не забрали открытки, они мне вернулись, погуляв два месяца. Это неприятно. И мне кажется, зачем это делать? Эти штуки я реально четыре часа добывала, отмывала. Это много сил и много интереса у меня к этому. А значит, я вкладываю свою энергию. И энергия такая штука, которой приятно делиться. Но делиться и сделать просто на отвале, это разные вещи. Поэтому... Поэтому... Вот всякие образцы. Я не знаю, просто может кто-то тоже увлекается, вам интересно. Если вам действительно интересно, если у вас какое-то количество будет... Вау! Офигеть! Я сама в шоке. А вот, смотрите, еще это зубы морского ежа древнего. Блин, офигенно. О! Зубы морского ежа. Посмотрите, какие они филигранные, с такими еще маленькими выпуклостями. А вот здесь... Всякий яд, наверное, выпрыскивался. Короче, это круто. Вот такая малютка еще есть. Я, в принципе, индивидуально буду собирать этот набор. Не знаю, пусть это будет немного глупо, как у всех, да, о том, чтобы вы отметили. Да, я хочу делиться, я хочу развивать канал, я хочу, чтобы больше людей замечали это, чтобы у нас было сообщество, в котором будет больше людей, в котором мы будем вместе, я не знаю, играть музыку, интересоваться миром, интересоваться психологией, интересоваться саморазвитием. Мне кажется, в мире столько много тупого контента, и круто, когда мы продвигаем что-то другое, потому что жопа голая сама себя продвигает. Неловкий момент, когда ты сожалеешь, что ты не голая жопа, потому что уже давно реализовал бы все свои намерения, как говорится. Вот, я, как всегда, кривить душой даже не собираюсь, я действительно хочу развивать канал. Так вот, правило простое. Взять любимое видео, которое вам больше всего нравится, от которого вы получаете энергию, которое вас радует, поделиться им в соцсети какой-нибудь, скинуть мне ссылку. Поделиться в другой соцсети, скинуть ссылку. Это может быть любая соцсеть, любое место, где вы делитесь. И кидайте мне ссылку в комментариях под этим видео. Вот, ну и победителей я выберу. Если вас будет не так много, я всем подарю. Если вас будет много, то выберем, раздам номера и выберу каким-нибудь таким образом, как это всегда бывает. Я обманывать не люблю. И, в принципе, в прошлый раз у меня укулеле была. Я дарила укулеле, я действительно ее выслала. Вот, поэтому и своими находочками, трилобитиками и всем остальным я тоже поделюсь с удовольствием. Собственно, на этом мы заканчиваем поздравительную часть. Я еще раз вас благодарю, что вы вместе со мной на канале, что вы помогаете мне идти к моим мечтам. Все, что я могу сделать для вас, это вдохновить вас на то, чтобы идти к своим мечтам. Мне кажется, люди для этого и рождены друг друга вдохновлять. Поэтому дальше я вам просто расскажу об этих палеонтологических экскурсиях. Круто, что так можно проводить время. Надеюсь, вы сможете делать это где-то у себя в регионах. И это действительно можно делать везде, в любом регионе России. И не только России. Вот. Ну и все, пусть это видео будет еще и полезным. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, Когда мой трилобит со мной. Вот, пожалуйста. Только его надо еще очистить от породы. Но это дело времени. Нашла вот, не знаю, историческую улитку, назовем ее так, в своем домике. Спиральки. Вот так она и окаменела в своем домике. Такие друзья тоже собирают. Я вот целый пакет насобирала. Но еще, еще у меня парочка желаний осталось. Собрать таких редких ребят. Нам тут показывали на картинке. Вот. Не знаю, правда, где их искать. Не встречала еще. Ну, что это такое, я не знаю. Но очевидно, что это какой-то организм был. Бог палеонтологии был ко мне благосклонен. И я чуть побила. И, в общем-то, аккуратненько раскрылась. Сейчас будем рассматривать. Вот. Морской ежик со своим зубиком. Я даже не буду дальше ломать. Собственно, вот образец в этой колыбельке. Очень неплохо сохранившийся. Вот. Потом, как вот эту породу снять, я подумаю. А пока вот оставлю так. Смотрите, какой красивый кремень. Какая порода красивая. Ммм, прелесть. Тут она вот в прожилках встречается. На добычу ископаемых приехала я вообще-то не одна. Вообще-то с вот этой подружкой, божьей лягушкой. Божья коровочка, приветики. Ну что, друзья? Вдохновляйтесь, объединяйтесь. Углубляйтесь в историю и вообще. В разные знания. И пока. Ну и как всегда, вдохновляйтесь, объединяйтесь. И до шести тысяч пока. До ста тысяч, а потом... Субтитры сделал DimaTorzok